Музыка Последний раз наша съемочная группа спускалась на Нижний Ярус Парка Дружбы Народов в апреле этого года. Самое начало пандемии. Режим жесткой самоизоляции на те, кто приводит зеленую зону в порядок по сей день, не распространился. Тогда рабочие отшучивались, мол тут и так словно в тайге. Мы работали каждый день. Мы были тут достаточно изолированы, работали достаточно с соблюдением всех мер безопасности. Но мы работали. Сегодня бригада рабочих с помощью дробилки измельчает остатки древесины, избавляются от древесного сорняка, американского клёна, который, как и на ворском склоне, заполонил собой все пространство. Но его не вырубают бездумно. Параллельно прочищают дорожки общей протяженностью более двух километров. Дальше мы будем, так скажем, дорогу расширять и уже уходить более, так скажем, объемные работы выполнять. Снос уже аварийных и сухих деревьев. Это выкорчевка, значит, пней. Это уже рекультивация земли и высев травы и с посадки деревьев, тех деревьев, которые именно необходимы для данного парка. Высадят каштан, березу, хвойные культуры. Как и на верхней части парка, здесь зацветет клумба из тысячи цветов. Все это пока в планах. Впереди весомый фронт работы. Не сделана даже одна треть, признается мастер участка. Точных сроков завершения работ нам так и не сказали. Тормозит благоустройство и то, что бригаде постоянно нужно подниматься наверх, чтобы содержать 18 тысяч цветов верхнего яруса, выбирать мусор, косить траву. Единственная просьба на сегодняшний день к ульяновцам, к нашим людям, которые неравнодушны к природе, то, что вспоминают те субботники, вспоминают все добрые дела. Может быть, это часть пандемии, то, что сейчас она свой отголосок нашла. Но нам здесь нужны добровольцы, нужны люди, которые могли бы прийти. Сергей рассказывает, работают почти на каждом миллиметре. На первый взгляд кажется, что это отточенный механический процесс, но за каждым действием скрывается душа и колоссальный труд, дабы сохранить аутентичность места. Архитектурные формы в парке останутся, все их приведут в порядок. Возле этого памятника по территории нельзя было пройти без бензопилы. А само изваяние очистили от мусора и поросли. Местные рабочие даже окрестили эту операцию, как спасение девочки из плена. Общая платеженность парка «Дружба народов» 39 гектаров.